Приветствую вас, дорогие братья и сестры, это Игорь, и вы на канале Russian Hebrew Christian. Добрый день, добрый вечер. Сейчас у нас вечер здесь в Сакраменто, готовимся к завтрашнему служению, если воля Божия, и проснусь. Завтра у нас служение начинается в городе Сан-Франциско. Будем благодарны за все ваши молитвы, и мы благодарим за ваши молитвы, за мою семью, за меня, за служение. В проповеди Евангелия, доброй вести людям здесь, в Америке, а также и в Канаде. Разных людей, которых мы встречаем, поэтому пусть Бог и вас благословит, если вы во Христе, не боятся, не стесняться, но при любой возможности делиться доброй вести. Особенно в это последнее время, в котором мы живем, скоро закончится благодать, и мы уже видим суды Господние, но все это будет увеличиваться. Никого не пугаю, ни в коем случае, наоборот, поднимем глаза к небесам, Господь возвращается. Также обращаемся ко всем неверующим в Иисуса как Господа. Читайте Священное Писание, читайте Новый Завет, размышляйте, исследуйте, открывайте свои сердца, потому что без веры во Христа, как Господа Бога, у вас проживается жизнь напрасно. Никто не увидит жизни вечной, ни евреи, ни мусульманина, ни буддист, никто не может наследовать вечную жизнь без веры в Иисуса как Господа и Бога. Несколько дней назад мы записали проповедь и назвали ее «Эйц Хаим» – «Древо жизни» на 89-й Псалом Моисея. Я хотел бы, чтобы мы послушали эту песню. Да, поет современный певец религиозный из Израиля, но я говорил о том, что все псалмы, они напевались под аккомпанемент, это все песенные молитвы, но его исполнение достаточно древнее, именно в музыкальном звучании. Я хотел бы, чтобы мы представили, как вот Моисей, Моисей, человек Божий, который разговаривал с Богом лицом к лицу, вот он описывал эти события, свидетельствия, вот когда он вождь народа Божьего, 40-летнего пребывания в пустыне, и как он возносил эту молитву, вот в таком пении Господу Богу всемогущему. Единственное, что вы увидите титры как на еврите, так и на русском языке, 12 стих, как и в Библиях, сказано в русском синодальном переводе, я сейчас прочитаю, извините, это 10 стих, смотрите, что сказано, «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро и мы летим». В ивритее немножко по-другому, в оригинале немножко другой перевод, сказано «Дни лет наших 70 лет, и при большей крепости 80 лет, и надменность их суета его, чтобы более правильно показывать сущность нашу во плоти». Пусть Бог благословит, молитесь, Господь грядет. Мы также благодарим вас за то, что вы смотрите видео, комментируете, помогаете мне отвечать на некоторые комментарии. Люди разные, разные люди, и даже среди христиан, или так называемых христиан. Но да поможет Господь, милости своей додаст и покроет, кто нуждается. А мы нуждаемся все, и каждый день. Оставляйте комментарии, если хотите, если имеете желание подписаться, если вы не подписались, но такое дело, оно не имеет для нас никакого значения. Пусть Бог благословит. Наша главная цель – это молитва за тех, кто не знает Христа. Ну и, конечно, самим наблюдать за собой, и жить в освящении, и послушаться слову благодати. Благословение. Мир вам. Благословение. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok